Добрый день! – Подошел к концу первый летний пост, который готовил христиан к празднику апостолов Петра и Павла. Его мы отмечаем 12 июля. Владыка, это были при жизни совершенно разные люди, и пути, ведущие к Богу, у них тоже очень отличаются. Но почему же Церковь вспоминает их в один день? – Ну, во-первых, пути всех людей к Богу отличаются. Наверное, очень трудно найти одинаковый путь, к которому пришли к Богу два разных человека. И апостолы здесь не исключение. – Чисто исторически сложилось так, что оба апостола скончались в один и тот же день. Это 29 июня, 12 июля по новому стилю, только с разницей в один год. – И поэтому Церковь объединила их память вот в этот день. Ну, и к тому же, сами они достаточно выделены Церковью и называются, как мы сами знаем, первоверховными апостолами. Хотя, в общем-то, они были такими же, как и все остальные. – Ну, а почему же всё-таки? Что это значит первоверховные? – Ну, во-первых, дело в том, что апостол Пётр несколько отмечен самим Господом, и мы об этом встречаем в Евангелии. Ну, и у него очень такая сложная судьба. Это как бы антипод Иуды. Он отрёкся, Иуда предал. Можно долго спорить о разнице между отречением и предательством, но в этом есть что-то похожее. Но, в отличие от Иуды, Пётр раскаялся, Пётр был прощён Господом и восстановлен в своём апостольском достоинстве. А Павел – это единственный апостол, который не был самовидцем Господа, то есть он не был в числе апостола во время земной жизни Спасителя, но он получил такой очень глубокий, перевернувший всю его жизнь мистический опыт общения с Богом, со Христом Воскресшим, который позволяет его причислить к лику апостолов, так же, как и всех остальных. И, наверное, вот этими два таких выделяющихся лика апостолов человека были выделены церковью в такой особый праздник, особое почитание. И церковь называла их первоверховными. – Как проповедовали эти апостолы, в чём была их сила? Люди ведь, которые, в том числе недавно кричавшие «распни», они сбегались на их проповеди, каялись и обращались ко Христу? – Ну, во-первых, это действие благодати Святого Духа. Вот мы говорили с вами о Пятидесятнице, о том, что Святой Дух сходил на апостолов, и вот видимым таким внешним результатом этого стало то, что их проповедь приобрела невиданную доселе силу и убедительность. Они не только научились понимать другие языки и говорить на них, но они смогли ещё и приобрели вот такую силу и убедительность, которая, конечно, заключалась не в каких-то их ораторских способностях или достоинствах, а именно от благодатной силы воздействия Святого Духа. Вы знаете, это бывает, когда Господь открывает сердце человека совершенно независимо от каких-то внешних побудительных мотивов или стимулов. Просто в тихом веянии Духа Святого человек вдруг открывается для Бога. И те, кто слушал апостолов, они как раз вот так вот были открыты к их проповеди. Ну и, кроме того, проповедь их имела особую убедительность, потому что они были, как я уже сказал, самовицами. То есть они не только ходили со своим учителем, слышали его проповедь, учения, они были свидетелями его казни, мучений на кресте и свидетелями его воскресения. Они видели, как пишет апостол, то, что видели очи наши и осизали руки наши от Христа воскресшего. Конечно, это такой опыт, который затмевает все абсолютно, что могли видеть и чему могли научиться другие люди. Поэтому именно их проповедь была настолько убедительной и покоряла себе множество людей. Что бы Вы посоветовали почитать тем, кто хотел бы более подробно узнать о первоверховных апостолах? Книги «Деяния и послания апостольских». Это часть Нового Завета, которая повествует о созидании Церкви Христовой и раскрывает перед нами как раз и апостола Павла больше всего, потому что ему принадлежит значительная часть посланий, содержащихся в Новом Завете. И ему посвящена значительная часть деяния апостольских. Спасибо, Владыка. Спасибо. До свидания, уважаемые зрители. До свидания, Владыка. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. 8 июля Церковь праздновала память святого благоверного князя Петра и княгини Февронии Муромских. Этот день в народе принято уже долгие годы называть днем семьи, любви и верности. Святые князь Петр и княгиня Феврония прославились своей жизнью как люди, которые заботились о веренной Богом им земле и заботились друг о друге с любовью, трепетом и добротой. Сегодня мы с вами стараемся всячески уделить внимание вопросам семьи, вопросам воспитания детей, вопросам правильной и доброй семейной традиции, в том числе и церковной. Святой князь Петр управлял Муромской землей и в своей жизни, в своем служении Богу и людям он преуспел как добрый и честный правитель, который старался не обидеть людей, который помогал нуждающимся, который своим личным примером старался сделать все возможное для того, чтобы люди жили хорошо и находились в добром отношении и друг со другом. Из жития святых Петра и Февронии мы знаем, что князь заболел проказой и тело его было покрыто струпьями. Ему пришло явление во сне от Господа о том, что он должен обратиться к одной девушке с Рязанской земли по имени Феврония, и эта девушка даст ему исцеление. Обратившись к ней, как по обычной простолюдинке, князь действительно получил исцеление, но княгиня Феврония сказала, что я готова вылечить тебя, но только если ты впоследствии женишься на мне. Князь согласился с этим, но в сердце своем он утаил то, что на простой простолюдинке он не будет жениться и заключать с ней брак. Впоследствии князь повторно заболел и уже раскаившись перед Господом за то, что не исполнил своего обета, обратился опять к Февронии, Феврония его снова исцелила. Они создали семью, которая до сей поры, с начала XIII века, является образцом семьи, христианской семьи, которая прежде всего ставит во главу всего своего устроя Бога, и поэтому все в этой семье устрояется правильно. Мы сейчас празднуем особые дни, дни, когда Церковь помянует о святых благоверных князьях Петре и Февронии, когда мы вспоминаем о тех семейных традициях и ценностях, которые необходимо соблюдать каждому христианину. Многое в наше время случается неприятных жизненных ситуаций. Очень много сейчас люди подают на развод, расходятся друг со другом или не заключают брак вовсе. Это не просто печальное явление, это следствие того, что разорвалась некоторая связь между Богом, людьми, которые должны чтить закон Божий, почитать и молиться ему. Произошла некоторая смена понятий и некоторая смена традиционных христианских устоев в обществе, в самом, в общем и целом. Подвиг святых благоверных князя и княгиней Февронии – это именно подвиг жертвенной любви друг к другу, к своему Отечеству и прежде всего к Богу. В награду за то, что святой князь и святая княгиня так мирно жили друг с другом, Господь даровал им возможность прийти к нему, ко Господу, то есть отойти к нему в один и тот же день. По преданию мы знаем, что они завещали похоронить себя в одном гробу, который разделен был одной единственной тонкой перегородкой. Но так как они перед смертью приняли монашеский постриг, их решили похоронить в разных гробах и в разных местах. И чудесным образом потом обрели, что их захоронение находится рядом друг с другом. И как итог, люди, раскаившись, похоронили их вместе. Мы еще и еще раз должны обратиться со вниманием к житию двух святых угодников Божьих, посмотреть на то, как они жертвовали ради друг друга собой, какими-то желаниями, как князь Петр отказался от Муромского престола из-за того, что бояре возмутились и поставили ультиматум князю, что либо он покидает Муромскую землю, либо он оставляет и выгоняет свою жену Февронию. На что князь ответил тем, что он не может расторгнуть то, что сочетал Господь, и, взяв свою жену, удалился. И народ, который увидел всю низость жизни бояр, которые неправильно относились к народу, не так уже его любили, не почитали, не заботились о нем, попросили о том, чтобы князь Петр вернулся на Муромский престол. Опять же, это свидетельство силы Божией, которая проявилась в наделении князя Петра великой мудростью в управлении Муромской землей. И Господь каждому человеку, который жертвует чем-то ради другого человека, воздает намного больше. Об этом и нам с вами, дорогие братья и сестры, необходимо помнить. И по молитвам святых Петра и Февронии Муромских будем и мы с вами стараться жить в любви, мире, доброте и заботе о ближних своих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова